В минувшие выходные в Калязне прошел всероссийский турнир по греко-римской борьбе «Малая Россия» среди юношей и девушек. В этом году спортивное состязание было посвящено 78-й годовщине Великой Победы. В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из разных регионов России. Об итогах турнира расскажу в следующем сюжете. Турнир проходил в Ледовом дворце «Волга» в течение двух дней. Торжественное открытие началось с выступления колязинских барабанщиц. История проведения турнира берет свое начало еще в 80-е годы прошлого века. Тогда на территории Калязина началось развитие греко-римской борьбы. Одним из тех, кто стоял у истоков формирования этого спорта в районе, был тренер Вагиф Ахмедов. Мастер спорта по греко-римской борьбе Советского Союза. Администрация нам помогла. Пресса, радио. И давала информацию о нашей тексте, о нашей борьбе. И мы начали развиваться. Приток увеличился детей. Самую многочисленную команду, 25 участников, младшего и старшего возраста представил Калязин. В итоге хозяевам турнира удалось завоевать 17 медалей разного достоинства. Калязинские борцы под руководством наставников ежегодно занимают призовые места на соревнованиях разного уровня. За этот год у нас такого никогда не было. Начиная с осени 2022 по май 2023 года, у нас 4 воспитанника выполнили звание кандидата в мастера спорта. Это, конечно, показатель. Соревнования организовали при содействии Комитета по физической культуре и спорту Тверской области, Федерации спортивной борьбы Тверской области, администрации Калязинского района. Генеральным спонсором турнира выступила Калязинская обувная фабрика «Аванти». Очень символично, что в этом году турнир отмечает свое 30-летие, а наша компания отмечает 20-летие. Мы надеемся, что и дальше сможем оказывать содействие молодежи со всей России, для того, чтобы они могли принимать участие в подобных больших турнирах. Каждый участник турнира продемонстрировал свое мастерство в усиленной борьбе. Ведь победа для любого спортсмена – это то, к чему они стремятся, прилагая максимум усилий. Продолжение следует...